Итак, профессор Андрис Буйкес в свое время был директором института математики. То есть этот институт уже не существует, я так понимаю, да? Этот институт, как не очень большое научное учреждение, вошел в институт математики и информатики, который на бульвар Райниса. То есть мое первое место работы. И ситуация была такова, что Академия наук в Латвии была одной из республик Советского Союза, где не было в Академии наук института математики. Поэтому мы сделали такой университет и Академии наук, но это уже история. Это было с 91-го года по 2006 год. Как вы сейчас можете оценить место математики в Латвии? Вот одно время она была в таком, ну, скажем, положении бедной родственницы. То есть из школы сгонялась, в общем-то, математика в виде экзамена. Да, конечно. Что сейчас? Вот это проблема, которая относилась не только к математике, относилась к физике и инженерным наукам. Что в 90-е годы была идея отменить обязательное изучение и сдачу экзаменов по математике, физике. И это, конечно, ну, в школьном возрасте многие смотрят, а, это сложно, давайте я не буду это изучать. Потом надо идти в высшую школу, оказывается, ты не знаешь, не знаешь физику, не знаешь достаточно математику. Это, конечно, оставило, ну, свою проблему такую. Какую? В том, что одно время и до сих пор это чувствуется, что, скажем, по инженерным наукам, не все могут попасть в технический университет. А по математике, ну, если смотреть так широко, я бы не сказал, что очень плохо. Конечно, в 90-е годы, когда у нас денег не хватало, на науку деньги уменьшались. Это было по всей науке, очень сильно это сказывалось. Где-то с 2003-го, 2004-го года ситуация резко изменилась. Пошли, вот этот Европейский социальный фонд, кажется, так его называют, пошли деньги и, скажем, докторанты, ну, очень захотели учиться в докторантуре. В частности, до сих пор у меня еще 4 докторанта по математике. За последние 6 лет 4 по математике заштили диссертации. Но, конечно, Европейский союз – это в таком смысле свободная страна. И достаточно большая часть, не найдя, ну, такого очень сильного применения здесь, Латвии, уезжает в Англию, в Германию. Ну, по крайней мере, около 10 человек, которые даже получили в Европе, ну, доктор по математике, они работают за границей. Так что, в таком смысле, конечно, можно сказать. Другая вещь, ну, как бы ни говорилось, Латвия – небольшая страна. Ну, в частности, вот я немножко так. Вчера умер коллега, с которыми вместе учился. Просто лег в воскресенье и не проснулся, сердце сдало. Фактически одно направление, оптимальное управление, которым он занимался, фактически, ну, уходит из латвии. Шло вместе с ним, да? Да, да. Это какое? Есть у него ученики, это Улдис Райтумс. Он работал и в институте математики, и информатики, и на факультете физики и математики. Вот он ушел, и, конечно, вот эти спецкурсы, специальные курсы, но они сейчас остаются без него. То есть, в принципе, вести некому, да, получается? Ну, конечно, есть у него ученики, но тот уровень, который был у Улдиса, он, конечно, уже, ну, на годы. Это проблема малой страны. В частности, ну, я сейчас… Ну, то есть, вы хотите сказать, что, в принципе, уходит вот старое поколение ученых, ученых, и на их смену, в принципе, нет возможности, да, вырастить эту смену, которая могла бы изменить их. Не во всех направлениях, но в многих случаях что-то уходит и не возвращается. Вот это же ученые, у них еще старые, советской школой, как получается, да? Ну, я тоже советской школой. Я, в частности, как раз, когда я писал докторскую диссертацию, у меня, ну, нет такого научного руководителя у докторской диссертации, но фактически меня руководил академик Самарский в 2001 году в Паланге была большая конференция, вот так называемые разностные методы, и тогда академик Самарский сказал, ну, теперь об этом можно говорить громко, но я был один из руководителей советской атомной бомбы, то есть, он занимался математическим моделированием, тем, чем занимаюсь я, и, конечно, для меня это было немножко так удивительно, второй человек, которого он назвал, это его ученик Академии Тихонов, вот они оба руководили вот этим направлением, то есть, совместно с Сахаровым и другими физиками, про которых мы знали, что они атомным оружием занимались, вот математическое моделирование этих вещей, и там было разработано очень много интересных математических идей, фактически, ну, я последние там 6-7 лет очень много ездил по всему миру, вот те идеи, которые я разрабатывал в то время, я применил к настоящей ситуации, и у меня было очень много пленарных докладов, ну, идеи, ну, как бы, так сказать, я прекрасно знаю русский язык, ну, я и сейчас могу говорить, и в то же самое время, я в 90-е годы в Германии, я читал лекции, в Кайзершлаутерне 3 года, на немецком языке, да, на немецком, им я владею совсем свободно, и освоил английский язык, и на английском языке, вот, соединение идей от российской школы, или, ну, всех тех украинцев, белорусов, мы с ними продолжаем довольно тесное сотрудничество, есть коллега Раймонда Счегис из Вильнюса, и мы каждый год делаем региональные конференции, была Латвия, Эстония и Литва, и она превратилась уже в такую европейскую конференцию, в которую приезжают коллеги из Соединенных Штатов, из Канады, Спании, Италии, Германии, Швеции, то есть, вот, вещи, которые мы, вот, делали, Раймонда Счегис, ну, у него за 50, я в свое время был и оппонентом его кандидатской, и докторской диссертации, сейчас вот такая региональная школа, которая известна, ну, в мире, так что я бы сказал так, есть проблемы, и есть, и положительные вещи. Ну, вот у нас, например, три премьер-министра, включая действующего физики были. Да. Да, вот такой, а обращались ли они к науке, типа, прочитать математическую модель развития Латвии, или что-нибудь такое, вот какие-то научные методы они применяли? Нет, к сожалению, вот, начиная с Гудманиса, таких вещей не было, я в свое время был приглашен, когда был явный Слайкс, я был приглашен, я там двухчасовую лекцию про математическое моделирование идеи, новая энергетика, такие вещи я прочитал. Но, ну, 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 это вообще в всем мире я очень много читаю до сих пор, и я вижу, и объединенные нации в свое время создали комитет, как бы, ну, изменить мировую политическую систему, чтобы не было это, ну, север-запад или юг-восток, вот эти идеи. И он сказал так, что, ну, вот мы разработали план, но политики взяли из этого плана вещи, которые ему нравились, а вещи, которые не нравились, и говорит, и наш план испортили, и все это, эти годы, которые мы потеряли на разработке этого плана, фактически из жизни ушли. Так что это проблема и Латвии, и всего мира. То есть, в принципе, в Латвии, как и во всем мире, не хотят политики к помощи ученых обращаться? Да. И, как я сказал, ну, фактически у нас, ну, по таким крупным направлениям, есть один, два, три ведущих человека. Скажем, если мне сейчас по моделированию, я эти четыре доктора, я завершу, но новых я уже не беру, потому что тоже не те годы, чтобы там, тем более, что многим сейчас надо говорить, ну, давайте уезжать за границу, и в мои годы там для других стран работать не очень-то разумно. А вообще есть у молодых людей тяга? Мы читали популярные профессии, там в основном выбирают экономику, и распределение, какие-то социальные науки, медицину, а вот к точной науке, к математике, физике, есть тяга сейчас? Видите, как-то идет распределение талантов. Как бы там ни было, независимо от финансирования, все-таки по математике, физике достаточный уровень людей. У нас нет такого большого конкурса, но всегда набирается тот уровень, который необходим. То есть в этом смысле народу хватает, но… Вы имеете в виду, где нет большого конкурса и где набирается? В университете? Да, в университете, потому что физико-математический факультет фактически единственное место, где профессионально готовят математиков. И здесь две стороны. Одна сторона – это заниматься наукой, а другая сторона – это быть педагогом. Не только для факультета, но и в точности для технического, скажем, университета. Математика, которая работает в техническом университете, ну, минимум процентов 80 из нашего факультета. Ну, а в школу многие идут? Возвращаясь к вашему вопросу о том, что вы говорили, вот выбирают там популярную юриспруденцию, это, к сожалению, узкое мышление молодых людей. Потому что они там видят, адвокаты, такие люди получают очень большие деньги. Но на самом деле это плохо в том смысле, что крупные деньги получают только выдающиеся. Остальная часть остается на очень таком плохом уровне. В том смысле, конечно, идти на вот эти непопулярные науки гораздо разумнее. Я в свое время, когда я в 50-е годы поступал на физико-математический факультет, ну, фактически это были учителя средней школы. Но мы были очень талантливый класс. Сейчас в Тукумсе, где я учился, и мы всякие вещи делали, и учителя обижали. Я думал, нет, учителем я не буду. Я не знал, кем я буду, но вот как раз в третьем курсе появился первый компьютер, и образовался в Вечеринском центре университета, из которого вырос институт математики и информатики. Вот так у меня образовалось. То есть я шел как бы на педагога, после кандидатской диссертации меня пригласили на факультет, так я стал сперва доцентом, потом профессором. То есть для меня самого неожиданно, если, скажем, там последние годы школы у меня спрашивали, что я буду профессор математики, а сказал ты какой-то дурной. У меня такого интереса не было. Не поверили бы, да? Надевайте наушники, у нас звонок есть, пожалуйста. Слушаем вас. Слушаем вас. Нет, почему-то пропал звонок. В ответ тишина. 672-12-939, 672-13-939, Андрис Буйкис, математик у нас в гостях. Пожалуйста, звонок есть, пожалуйста. Доброе утро. Доброе утро. А вот мне интересно, как ваш гость оценил бы с профессиональной точки зрения такого математика, как Мавроди? Он действительно математик, действительно ученый? И вот как вообще другие математики в жизни имеют прикладную шанс приложить свои, так сказать, умения? Спасибо. Да, ну про Мавроди я конкретно не знаю, но даже не знаю, я просто вот, я занимаюсь математическим модированием, нефть и газа, экологией. Я могу сказать, что здесь, конечно, игра не математическая, а психологическая. Ну, если вы даете очень большие проценты, в конце концов, кто-то должен проиграть. Нет математического какого-то расчета у него? Нет, нет, нет. Количество денег ограничено. Пока будут дураки, которые позже вступают, первый что-то зарабатывает, а потом эта система рвется. Сейчас и меня уже как депутата нашел человек, который, вот, что я в каком-то американском страховом обществе, я вам очень помогу, но я, конечно, сразу вижу, значит, он за это получает деньги, фирма получает деньги, это все из моего кармана, мне не стоит этим заниматься. У нас сейчас перерыв на новости и рекламу, профессор Андрис Буйкис, математик у нас в гостях, в следующем получасе, пожалуйста, свои вопросы готовьте. Гость студии у нас профессор Андрис Буйкис, и мы говорим о математике сегодня, в самом широком смысле этого слова, вот уже немножко поговорили о том, как математика в Латвии у нас тут, и вот хотелось узнать у вас тоже, а вот с кем самые такие тесные связи математиков в Латвии, вот с российскими математиками какие связи, еще, может быть, с кем-то. Да, ну, скажем так, математика очень большая, вот я хотел бы так разделить, вот мы здесь говорили в этом периоде новостей о компьютер-сайенсе, то есть науке, о докторе, как то, что было раньше математика, она разделилась на две части. Сама математика тоже, там и алгебра, и топология, в частности, Александр Шосток, очень сильный профессор по топологии, тоже один из, ну, что моложе меня, и непрерывная математика. Вот по непрерывной математике у нас много таких международных связей. Я уже упомянул, что с 90 по 92 год я читал лекции Кайзершлаутенском университете, это, конечно, были очень трудные годы. Скажем, за два месяца я прочитываю курсы, которые у меня в Латвийском университете, остальные два месяца я читаю курсы в Германии. Я три года так продержался, конечно, заработал аритмии сердца, это очень такая напряженная работа. В частности, я там приехал, вместо моего спецкурса оказывается немецкий профессор операции на спине, мне надо читать математический анализ для машиностроителей, которые в Латвии я никогда не читал, и вот на немецком языке, студент 250, это была такая очень напряженная работа. Я потом перешел на научное сотрудничество. И мы образовались такой ЭКМИ, Европейский консорциум по использованию математики в индустрии. И в 2002 году фактически была самая большая в этом смысле конференция, Европейская конференция по математике. Вот тогда коллеги, с которыми я был знаком, ученики Самарского, Самарский уже тогда был сильно болен и не приехал. Но его очень сильные ученики. Ученики из Белоруссии, которые регулярно приезжают на наши региональные конференции. Я уже сказал про западный мир, очень много приезжает из западных стран. Так что у нас контакты очень, ну скажем, я в своё время, в 90-е годы, два раза и в Оксфорде был, потом связан с Манчестерским университетом одним направлением. И там был докторант, он хотел, ну то есть его руководитель хотел, чтобы я был оппонентом, но там англичане сказали, ну что мы из такой маленькой страны Латвии будем оппонента приглашать. Но тем не менее, этот парень зашел доктора по инженерным наукам, он сейчас в Пакистане, он из Пакистана мне регулярно присылает свои статьи. Так что коллега сейчас по всему миру из Индии, я был в вашем конгрессе в Индии, так что ну в Мексике. Надевайте наушники, пожалуйста, вопрос Андрису Буйкису, слушаем вас. Алло, доброе утро. Доброе утро. Знаете, вот в последнее время, где-то там год, наверное, два, очень много прибавило популярности математики имя Григория Перельмана. Сейчас, значит, американцы даже, по-моему, Дэвид Кэмерон собирается, значит, быть продюсером фильма о нем. Вот. И, значит, вот в связи с этим именем, скажите, вот там промелькнула, значит, такая, значит, информация о том, что, значит, Перельман занимается теорией заполнения пустот, так называемых, да, то есть это пустот во Вселенной, пустот социально-экономического характера в социуме и так далее. Вы не слышали, что это такое? Если да, то, может быть, вкратце объясните, в чем суть. Спасибо. Да, к сожалению, я уже пару минут назад сказал, что математика очень широка. Теми вещами, которыми занимается Перельман, это одна из проблем, которая более ста лет, точнее, 112 лет. Это в 1900 году в первом математическом конгрессе Давид Гильберт, очень выдающийся математик, сформулировал проблемы, и одна из этих проблем, которые Перельман решил, она была связана больше с геометрией, но в этом смысле заполнением пустот. Я представляю, о чем идет речь, но я не так глубоко вник в эту часть математики, я вам не смогу подробно ответить. Я единственное, что могу сказать, что в этом плане, конечно, одна громадная проблема, которая не решена и физике, и математике, это то, что лет 15 назад нашли, что Вселенная расширяется с ускорением, и ввели пятую силу, квинтэссенцию, или лямбда-константу Эйнштейна. Вот, может быть, вот это связано с теми вещами, что на самом деле не очень-то понятно, как образовывается вещество. Как говорил нобелевский лауреат Макс Планк, после 50 лет атомной физикой занимался, говорит, я могу утверждать, что вещество само по себе не может образовываться, должен присутствовать ум, ум с большой буквы. То есть, он фактически сказал, что материальная Вселенная и духовная Вселенная, вот эти вещи две неразрывно связаны. Вот мне кажется, что, по-видимому, перелимановские вещи, я читал популярные статьи в американском журнале, вот я чувствую, что это идёт в этом направлении связь духовности с современной физикой, и это очень сложная проблема. А вот в начале века в прессе появились сообщения, что вы, вот, по-разному, ваше имя работаете с устройством, которое, можно назвать, было генератором торсионных полей. Да. Было такое? Да. А вот вы действительно верите, что существуют какие-то поля или какие-то, которые не поздно, до сих пор ещё наукой, не объяснённые? Да. А вот этот генератор, вы действительно им выкачивали энергию из пространства, как сообщалось, или это всё только слухи? Нет, нет, это не слухи. В Латвии, к сожалению, часть физиков очень консервативна, меня осмеивали. Вы уже упомянули про явный слайк, что я был там в правлении. Вот, когда меня избрали в правлении, вот газета Деновы как раз, была единственная карикатура. И карикатура была там, что я стою и что я поднял палец, говорю, что не надо волноваться про то, что мы там миллиарды заняли, мы там этот генератор изобретём, и деньги потекут. А, конечно, вкратце, что это такое? Значит, вкратце, это фактически сталкивается с очень известным именем Никола Тесла. Прошло, ну, уже шесть лет, как он умер в 43-м году, он работал в Америке. В частности, одна из идей необъяснимого Тунгусского метеорита, это электромагнитная волна, которую запустил Тесла из Америки. Есть такая версия, да? Да, что он хотел лёд в Северном море разломать, там экспедиция полярников застряла. И он тогда говорил, что у него есть идея, и она продолжается до сих пор, я много знаю, в Германии, в Америке, в Индии люди, которые продолжают эти идеи, и в Латвии люди, которые старого поколения, вот моего возраста, которые занимаются. Это есть вот то силовое поле, которое физика до сих пор не признаёт. В России называют торсионными полями, в Америке называют ахионными полями, или сейчас как квинтэссенция. Это типа отталкивающая сила, типа антигравитации. И на основе этого можно делать новые, по-русски называют движители, не двигатели, а движители, на совсем новых принципах. И вот это поле, оно работает, ну, типа, как вращающиеся левое или правое поле. Вот эти вещи. И какое ему может быть практическое применение? Энергия. В частности, я вот в Латвии не признали, и я перестал здесь бороться и пытать свою правду доказывать, но я был два раза приглашён в Германию. В 2002 году и в 2005 году. В 2005 году немецкое общество свободной пространственной энергии, у него было 25-летие, и она пригласила четырёх человек из всего мира. Там один англичанин был, один из польщиков, который работал вместе с свободным университетом Берлина, один немец и я. И меня как раз пригласили по этим энергетическим вопросам, связанным с торсионными полями. И в частности, я тогда созванивался сейчас с умершим одним из этих торсионных полей Акимовым, и мы решили, что будем вдвоём делать доклад. Вот это связано с тем, что из пространства можно выкачивать энергию. Я продолжаю по этим идеям работать. Есть очень интересные идеи у русских авторов. Есть книга, я покупаю и английскую, и немецкую, и русскую литературу. А что с ней делать с этой энергией? Вот вы выкачиваете её, допустим, или куда дальше? Ну, очень элементарно. Если я выкачиваю из пространства энергию, мне не нужна, скажем, обычная электроэнергия. Это можно делать, скажем, очень слабый ветер может вращать генератор и образовать торсионный, не торсионный, а хоррикенс. Ну, это очень быстро вращающееся поле. И я работаю с одним из Берлина изобретателем, который хочет это проводить в реальное действие. То есть вращающийся цилиндр 2 метра высотой, и он, скажем, будет для всего этого дома вырабатывать электроэнергию. То есть это практически, наверное, далеко ещё до практического воплощения? Видите, проблема в том, что очень сложно найти инвесторов для этих вещей. Все говорят, давайте вы спорва сделайте до конца, мы посмотрим, потом мы вложим деньги. А как сделать до конца, когда, ну, вот я в прошлом году уже, будучи депутатом парламента, у этого изобретателя нашёлся человек, который на Западе занимался военными вещами, и он мне приехал в аэропорт и сказал, вы не бойтесь, говорите все ваши идеи. Я видел в военном деле вещи, которые по обычной физике не работают, в военном деле работают. Поэтому у меня нет никаких предрассудков, я все идеи воспринимаю. И мы продолжаем работать. Там, в частности, торсионные идеи, которые в своё время, я там, ну, так сказать, применяю. А в своё время, вот, было с вами нашумевшее интервью, пароль назад, где вы сказали, что все учёные верующие. Да, это в самом деле так. То есть вы, в принципе, ну, вы, получается, вы верите же не только в астрологию, торсионные поля, шестое чувство, радарные видения. Нет, партюш, про вас я в паре сего прочитал. Это правда? Да, да, да. И, знаете, очень много серьёзной литературы. В частности, если вот я сейчас работаю, и сегодня такой день, мне сегодня, завтра надо завершить рассмотрение книги. У меня за 300 страниц книга выходит в сентябре месяце, где я про все эти вещи, я очень много русских учёных цитирую. Чижевского, который занимался солнечным ветром, Козырева, очень известного, то есть там Дмитриев, который тоже, есть вот эта комиссия по псевдонауке в Академии наук. Все эти вещи я давно знаю. Очень интересный Попович, который занимается волновой генетикой. Очень много вещей, и там серьёзная наука. То есть вы не считаете это лженаукой, какими-то аферистами? Вы считаете, что просто надо разобраться с научной точкой зрения с этим? Вот именно так. Именно так. Эта книга тоже этим вещам посвящена. Вопрос из видеочата нашего. Скажите, не является ли наиболее эффективным развитие нашей страны на технологии эфира? Как нам получить патенты? Вот это очень глубокая мысль, которую человек сказал. Эфир был выброшен из физики второй половины XIX века. Эксперимент Майкельсона Морли, в котором показали, что эфир не может существовать. Его перезвали как вакуум, но фактически есть тот эфир. И в 1987 году Силверстон в Америке повторил эксперимент Майкельсона Морли, показал, что фактически эфир как таковой существует. Так что это очень глубокая вещь. И на нем вот как раз новая физика на этих идеях будет развиваться. Есть звонок у нас еще, пожалуйста. Слушаем. Доброе утро. Доброе утро. Я вот хочу уважаемому профессору задать вопрос. Кажется, в 1999 году сюда с лекциями приезжали профессора российские, Шипов и Акимов. Я присутствовал на всех их лекциях. Чрезвычайно интересно, чрезвычайно познавательно. Но они сказали такую вещь, которая меня, в общем-то, поразила. Они сказали, что в Подмосковье уже в нескольких точках работают вполне благополучно и успешно торсионные генераторы по отоплению домов, производственных помещений и других вот объектов. Как к этому относиться? Это преувеличение некоторое или стремление достичь невозможного? Нет, нет, я тоже присутствовал в всех его лекциях. Я не был единственным, да, в последний день. Но они там про другое, про эти помещения немножко в другом плане говорили. Они говорили, что у них создан торсионный генератор, и они научились сигнал передавать через бетонные помещения, что бетон не припросит торсионным полям. Про отопление, это они ссылались на молдавского изобретателя Потапова, его генератор был на одном из советских спутников, по-моему, который в Марс летел, но там что-то сломалось. Я как раз в 2000 году поехал в Молдавию, встречался с Потаповым, в частности, там есть снимки в новой книге, которую в сентябре видят. Это все вещи очень серьезные. Мы с Акимовым продолжали, после этого регулярно я ему звонил в Москву, до его смерти он заболел раком и очень быстро умер, я забыл, как он, ну, лет 6-7 тому назад. Все эти вещи очень серьезно продолжаются, только в Латвии там очень смеются, в России, конечно, там это фактически борьба за деньги. Если ты академик, если твоя направление признают, ты много денег получаешь, и там идет борьба между Российской академией наук и Российской академией естественных наук. Так что там, ну, такие вещи. Но это очень серьезные вещи. Вы можете в интернете посмотреть на фамилию Шкадов, например, есть проторсионные поля. Независимый человек, который тоже занимался, как раз его, есть там снимки, он как раз вот этим генератором тоже занимается. У нас генератора существует, работающий хоть один, торсионных полей, с КПД более 100%, как обещано было. Дело было в том, что когда наши физики говорили, что, ну, вы здесь говорите, покажите нам этот генератор, Акимов и Шипов сказали элементарно, давайте, это достаточно дорого стоит, но оплатите нашу командировку, мы привезем и вам покажем. Но я как раз в нашей Академии науки, а в конце концов, в Академии нашей Академии науки, я с коллегами говорил и хотел один грант, но 4000, даже в те 90-е годы, это были такие деньги, которые можно было позволить. Сперва коллега сказал, хорошо, я с коллегами поговорю, потом сказал, нет, мы такие деньги не будем на это тратить. Так и это ушло. Очень перспективное направление. Есть еще звонок, пожалуйста, послушаем. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А вот скажите, пожалуйста, вот вы действительно умнейший, уважаемый человек, который вызывает внутреннее такое восхищение, да? Вот вопрос как депутат, вы не чувствуете себя белой вороной там, да? То есть вот как бы не снижает ли это ваш умственный потенциал, потому что когда министр образования, там недоучка двухлетний, да? Как-то, ну, вот, уважаемые профессора. Кто это у нас недоучка? Министр образования у нас, по-моему, как раз-таки профессор. Да, раньше был у нас министр образования, без высшего образования. Да, но здесь протелись сказать, что он, двухкурсник, не будет правильно, он все-таки в Кембридже получил свою докторскую... Нет, наверное, не прокилиса все-таки речь. Не прокилиса все-таки, да. Да, конечно, когда были эти студенты, которые не могли магистратуру закончить, но было... Да, конечно, когда я с трибуны, с Сейма говорю, я вижу, что многие не очень-то понимают, о чем я говорю. Но, с другой стороны, видите, меня пригласили с 90-х годов, я был уже первым в Конгрессе Народного фронта. Но я посвятил себя математике и пошел в Сейм тогда, когда стало это критическое положение, и в мире видно, что либо мы резко изменим отношение хотя бы к нашей планете Земля, потому что не будем говорить про Латвию, будем говорить про мир в целом. Есть долгосрочная перспектива развития человечества. Нет такой. Нет такой. Все страны очень эгоистично, крупные могут себе позволить, малые должны подчиняться. Вы думаете, у кого-то есть какая-то мысль по поводу развития планеты Земля? Кто-то в этом заинтересован сегодня? Есть, есть люди. Очень умные люди. Но дело в том, что как общество на это реагирует? Я имею в виду в обществе, да. Ну, человек правильно сказал, что белая ворона. Я говорю, единственная каркатура была про меня, то, чем я, ну, теперь уже почти 20 лет серьезно науке занимаюсь, кроме математического моделирования, этими новыми вещами, потому что я чувствую, там новая наука. Еще звонок, пожалуйста. Простите, вы все-таки две вещи путаете. Извините, в этом случае, в этом случае я могу сказать, что я не по словам, а на самом деле, будучи маленьким мальчиком, я родился в 1939 году. Я помню войну. Я помню, и я не буду сейчас об этом говорить. Оккупация была. Это бесспорный факт. Но связывать это с той наукой, о которой я говорю, это, ну, просто вы как-то не чувствуете. Вам кажется, что вот если снимут слово оккупация, то вроде все станет на место, но не станет все на место. Так, вопрос из видеочата. Можете ли вы сказать сжатый список литературы? И где пообщаться с вами и вашими коллегами, спрашивают. Ну, я не знаю, насчет литературы, но может быть, контакты какие-то, да? У нас мало времени уже остается. Одна минута буквально. Да, я могу очень коротко сказать. Вот у меня в 2001 году вышла книга. В сентябре выйдет книга. В этом году. В этом году, в сентябре, буквально через пару недель. Ну, есть вот книга Шипова по торсионным полям. Там очень много. Правда, это очень серьезная математика. Ее можно. Я помню, Шкадова. Ну, посмотрите, есть прям новая физика, есть интеллектуальная книга, есть книга Януш. Вы найдете своему уму сейчас сотни и тысячи интересных книг. Вам просто надо найти, что вас больше всего интересует. Литературу найдете. Безусловно. Спасибо большое. У нас истекло время. Наш профессор Андрей Сбойкис был у нас в гостях сегодня. Спасибо вам. До свидания.